Приветствую всех дорогие друзья. Сегодня в ролике давайте посмотрим на возможные проблемы с внедрением DDR5, взглянем под капот турбированной RTX 3090 в исполнении MSI и узнаем кого выбрала Nvidia для дальнейшего производства RTX 3000 серии. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И с вашего позволения я начну с Intel, которая может задержать выход DDR5. Ранее предполагалось, что Intel перейдет на DDR5 одновременно с AMD где-то в конце 2021 года или начале 2022. Однако на китайском форуме ChipHell появился противоречивый слайд, который пророчит более поздний переход на новые стандарты. Он указывает, что DDR5 вместе с PCI Express 5.0 появится на серверной платформе Eagle Stream в 2023 году. Получается, что процессоры Sapphire Rapids, выход которых намечен на 2021 год, должны поддержать память и интерфейс нового поколения. Но возможно материнские платы будут лишены этой поддержки. А как мы знаем, обычно серверные платформы получают поддержку нового стандарта раньше, чем потребительские. Поэтому LGA 1700 с процессором Alder Lake может не получить поддержку DDR5 в 2022 году, если платформа вообще запланирована на этот год. На данный момент ситуация непонятная, так как у компании Intel уже было столько переносов, что наверняка наберется огромное количество вариантов презентации с различными датами. Остаётся только ждать более подкреплённых инсайдов на эту тему. Но если опасения подтвердятся и Intel перейдёт на DDR5 позже Ryzen, то это будет очень большим ударом для компании. А уже в начале следующего года Intel выведет на рынок линейку мини-компьютеров Nuke 11 Performance, которые будут основаны на 10-нм процессорах Core 11-го поколения. Такой ПК позволит установить два модуля оперативной памяти SODIMM с максимальным объёмом 64 Гб, а также M.2 SSD с версией PCI-Express 4.0. Устройство будет предложено в разных размерах, а крупные версии смогут похвастаться поддержкой 2,5-дюймового накопителя и даже беспроводной зарядки для гаджетов. Плюс ко всему новинка уже будет оснащена Wi-Fi и разъёмом для интернета, а потреблять будет всего 90 или 120 Ватт в зависимости от конфигурации. Как по мне, это очень хорошее решение для офисной работы, которая может похвастаться хорошим функционалом в отличии от конкурентов, а также предоставить графику Xie Max. Тем временем, компания Nvidia уже выбрала дальнейшего производителя своих видеокарт. Как ни странно, им оказался всё тот же Samsung, который смог получить контракт на миллионы долларов. В целом, это не удивительный ход зелёного чипмейкера, но вот для Samsung этот контракт значит намного больше. Сейчас он служит ещё одним опровержением слухов о проблемах с 8-нм технологией, которые якобы стали причиной дефицита видеокарт Ampere. Ранее на этом фоне высказывались предположения, что для выпуска будущих видеокарт зелёные планируют перебраться к TSMC, но, как видите, они этого не сделали. Многие, кстати, спрашивали, что там с производством TSMC и когда ждать конца дефицита. Так вот, полупроводниковая фабрика TSMC сейчас работает на полную мощность и, как я уже рассказывал, ожидает рекордную прибыль в этом квартале. Их заказы уже расписаны на многие месяцы вперёд, а стоимость производства в следующем году должна вырасти. А вот Samsung тем временем стремится нарастить свою долю на этом рынке и предлагает более выгодные условия сотрудничества. Плюс ко всему сейчас прилетает много инсайдов о грядущем дефиците и старых техпроцессов, но конкретной информации каких именно пока что найти мне не удалось. А компания MSI выпустила RTX 3090 с очень милым названием Aero. Такая модель получила систему охлаждения с центробежным вентилятором и максимально напоминает референсное исполнение старой доброй GTX 480. Судя по всему, в MSI посчитали, что всё новое это хорошо забытое старое. Сама же модификация не получила заводской разгон и поставляется с двумя коннекторами 8 пин. Также на днях компания Patriot анонсировала модули оперативной памяти Viper Steel RGB стандарта DDR4. Разработчик утверждает, что изделия оптимизированы под новейшие аппаратные платформы AMD и Intel и может предложить модули с частотой от 3200 до 3600 МГц. Такие планки будут доступны в комплектах из двух штук с суммарным объёмом на 16, 32 и 64 ГБ. А компания Gigabyte решила порадовать любителей многоядерных систем. Ещё в середине лета компания AMD представила линейку процессоров Ryzen Threadripper Pro 3000 для рабочих станций. Тогда же был представлен набор системной логики WRX80. Изначально планировалось, что эти процессоры будут доступны только в составе рабочих станций от партнёров красных. Но Gigabyte решила выпустить материнскую плату под эти процессоры в качестве самостоятельного продукта. Устройство получило название WRX80SU8 и рассчитано на использование в серверах. Хотя мы знаем, что лет через пять это может стать игровой системой. А так как Ryzen Threadripper Pro предлагает более высокие частоты, чем их серверные сородичи Epic второго поколения, то такая материнская плата явно найдёт своего покупателя. Тем временем Biostar чисто невзначай выпустила майнерскую материнскую плату под названием TB360 BTC D+. Из названия уже становится понятно, что она будет основана на логике B360 и позволит установить процессоры Coffee Lake. А ключевой фишкой является наличие восьми разъёмов PCI-Express, между которыми оставлено место для установки видеокарт, занимающих два с половиной слота. Такое исполнение позволит установить эту материнскую плату в закрытые корпуса для ферм, которые продуваются непосредственно вентиляторами корпуса. Но самое интересное, что плата вышла после того, как биткоин пробил 20000. Возможно в этом что-то да есть. А в Geekbench засветился Redmi Pro 14s, который в скором времени, как ожидается, анонсирует компания Xiaomi. Benchmark нам поведал, что ноутбук получит процессор Ryzen 7 5700U, который пока официально не представлен. И в нём же указывается базовая тактовая частота новинки, которая составляет 1,8 ГГц. А в качестве графики будет использоваться интегрированный графический ускоритель Radeon с частотой 1,9 ГГц. Также на днях стало известно про новые мониторы. Например, компания Gigabyte анонсировала монитор игрового уровня под названием Aorus Fi 27QX. Он будет построен на качественной матрице Superspeed IPS с диагональю 27 дюймов. Панель получит разрешение Quad HD и сможет предложить 240 Гц. Сама же матрица выполнена без каких-либо изгибов и будет поддерживать AMD FreeSync. А компания ViewSonic представила модель VX2718PCMHD и VX27182KPCMHD. Обе модели получили вогнутую матрицу VA, а отличие между моделями заключается только в разрешении. Первая будет идти в Full HD, а вторая в Quad HD. И только на днях мне стоило скачать доту, как тут же Valve выпустила патч 7.28. С ним в игре появилось несколько новых предметов и персонаж Hoodwing, а игровой процесс немного поменялся. Теперь игра будет начинаться ночью, но после выхода крипов сразу будет выходить солнышко. А награда за убийство нейтральных крипов больше не увеличивается со временем. Также в патче еще множество изменений и если вам интересно дота 2, то вы их можете найти в меню игры. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья.